добрый день это 200-ый анбоксинг и по традиции здесь должно быть что-то значительно по какой традиции анбоксинг номер 100 включал в себя datmings скоростной это нечто вроде достаточно такое крупное интересное и эпичное поэтому для 200 я приберег кубик который приехал ко мне уже несколько месяцев назад и те кто видели в моем сырами фотографии наверняка уже догадались что там внутри чемоданчик брендирован сэнксо то есть шинк шоу и по размерам можно понять что там какой-то многослойный кубик ну судя потому что на фоне стоят еще разные биг кубы тут наверное биг куб хороший чемоданчик открываем и видим здесь малыша малыша компании сэнксо шинк шоу который 17 на 17 очень хороший 17 на 17 сразу разберемся с комплектацией здесь есть еще запасные винты понимаю какие-то элементы крестовины и пружинки полезно хорошо хотя в комплектации от юксина кладут еще детальки запасные ну там они видимо вылетают а здесь нет поэтому видимо здесь и не нужны что можно сказать про кейс он выглядит такой достаточно надежный красивый симпатичный но он был внутри немножко пыльный и болтики немного тут заршавели конечно не сильно на что-то влияет но просто это есть и кубик в нем переносить очень даже удобно то есть если вдруг мне когда-то захочется куда-то мою 17 перенести вставлю сюда плотненько входит закрой и на замочек и можно за ручку носить кейс не бесполезный и это хорошо но сейчас его отложим в сторонку забираем кубик на кстати когда нет кубика в кейсе он падает все это убираем и оставляем назад 17 на 17 я давно хотел но стоит подобная головонка достаточно дорого и в моих руках он кажется достаточно маленьким все потому что есть на его конкурент на данный момент это кубик от юксин тоже 17 на 17 х он лонг который имеет массу 3 килограмма и размер сто семь шесть миллиметров здесь же масса кубика чуть больше одного килограмма и размер сто двадцать три миллиметра точная масса 1078 граммов и что это значит это значит что кубик от шинк шоу значительно меньше размером и значительно легче легче в три раза меньше в полтора раза до из-за этого элементе стали прям совсем маленькие и это поначалу немножко так смущает но только поначалу я очень люблю большие головоломки и бих кубы и бих додекаэдры все мне это нравится но на самом деле мне не удается часто их собирать хотя и хочется есть вот лежат те головоломки которые у меня больше чем вца то 8 на 8 три штуки 9 на 9 10 на 10 от шинк шоу 11 11 старый юксин и 13 на 13 от мою если мы поставим рядом тренажку то 17 на 17 окажется меньше но для сравнения семнашка от июксин будет примерно вот такая но как бы так можем поставить что рядом 11 на 11 11 11 11 чуть меньше чем 17 на 17 от шинк шоу также сопоставимо наверное с десяткой от того же шинк шоу причем это многие заметят старое поколение шинк шоу сейчас уже есть десятка которая там в районе 10 сантиметров размером и элемент ну по форме и похожий на семнашку обязательно куплю когда-нибудь но пока у меня до этих руки редко доходит чем знаменита компания шинк шоу тем что она мало афиширует мало хвалится на много делает свое время она была лидером среди производителей по большим кубам потом июксин сделал кубики получше если мы возьмем вот эти две восьмерки шинк шоу и их син то восьмерка ты июксин крутится конечно гораздо мягче приятнее причем сразу восьмерка шинк шоу требует долго-долго придирать смазывать не скажет сборка она становилась все лучше 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 и сейчас это вполне приятный и очень хороший клуб но потом появились кубики от мою мф милонг одно и то же и мы видим разницу то есть вот если июксин был чуть больше чем шинк шоу он крутился значительно лучше то можно было выбирать июксин но милонг или мф-8 значительно меньше размером в руках лежит гораздо удобнее поэтому сейчас из восьмерок я выбираю от компании мою и лонг или мф-8 я хотел было и девятку купить такого же бренда но совсем недавно шинк шоу выпустили округлую девятку так что я наверное к ней присмотрюсь больше но вернемся к семнашке как я уже сказал сейчас есть два кубика 17 на 17 от шинк шоу и от юксин юксин вышел значительно раньше он значительно больше тяжелее и что самое важное дороже но дороже он сейчас в основном только в российских магазинах то есть 17 на 17 юксин стоит там 60 с чем-то тысяч а 17 на 17 от шинк шоу или сэнк со 40 с чем-то тысяч до полтора раза дороже ну курс доллара сейчас подрос поэтому все так дорого и разница в полтора раза но значит ли это что юксин в полтора раза лучше хотя бы нет он тяжелее в три раза и крупнее в полтора раза это да но цена 3 килограмм пластика это явно не 60 тысяч рублей да в зарубежных магазинах это можно найти гораздо дешевле и мой 17 на 17 мне обошелся где-то примерно в 21000 ну там не были особые условия сейчас же даже сейчас можно купить где-то 24 25 тысяч 17 на 17 от шинк шоу причем юксин зарубежных магазинах стоит даже чуть чуть дешевле чем шинк шоу почему потому что шинк шоу лучше 17 на 17 собирается достаточно долго и поэтому открутить много сборок даже за то время что он меня был мне не вышло и сделал полноценных все две сборки и это были очень приятные сборки да я не собирал их за один раз это было в течение нескольких дней по чуть-чуть но если сесть и именно задаться целью собрать одну сборку на время то я думаю это в нескольких часов можно уложиться есть такой товарищ которого зовут джереми смит премьер таким именем он подписывается но есть youtube канал где он собирает различные большие головоломки на скорость в частности кубы даже додекаэдры и он магните там вплоть до 15 на 15 магнитные моды делать я ссылочку на него оставлю в описании так вот он на держит мировой рекорд по 17 на 17 рекорд конечно неофициальный но составляет меньше 46 минут и это уровень которого вряд ли кто-то в ближайшее время сможет достичь я даже пытаться не буду и догадайтесь каким кубиком он собирает естественно шинкшоу причем у него есть и кубик от июксина канал называется сики и супер левис если не ошибаюсь но ссылочка будет рекомендую посмотреть какого уровня можно достичь если тренироваться и задаться какой-то целью да у него есть время есть желание наверняка его кто-то поддерживает в этом он молодец из-за него можно только порадоваться вращение удобно ли вращается такая достаточно крупная головоломка ну благодаря округлой форме и небольшому относительно 17 на 17 размеру держать в руках его вполне приятно ну мне никто не простит если я не сделаю узор шахматы на 17 на 17 поэтому постепенно будем это делать свои деле достаточно тоненькие а и поначалу не очень привычно их контролировать но опять же это только самое первое время чуть позже все привыкаешь за те две сборки которые я полноценно сделал у меня не вылетел ни один элемент я кубик не смазывал не настраивал и мне хватило в принципе его вращение из коробки какой-то более контрастной стороне будем смотреть моих пальцев хватает чтобы полностью охватить кубик ну у меня рука большая не у всех это получится но опять же 17 на 17 от yuxin это сделать наверное мало у кого получится здесь же все хорошо изначально кубик из коробки ну достаточно жестковат но с каждым движением он становится чуть менее жестким и вполне приятно ну если посмотреть на сборке джереми то там видно как летает кубик у него в руках так вот мы уже по одной оси сделали узор перехватываем и делаем под рукой давайте проверим резку углов что ли почему бы нет ну вот на один элемент если сдвинуть то резать будет поближе такая резка доступна но я не злодей над кубиком не издеваюсь до очень важный экспонат моей коллекции это даже несмотря на то что он не достался достаточно недорого то самый дорогой кубик в моей коллекции поэтому будем относиться к нему уважительно и да всем советую с дорогими и достаточно хрупкими головоломками нужно общаться хорошо видим уже красивый узорчик продолжаем вращать до собирается кубик долго и долго собирается в основном ну первые два центра то дольше всего причем пока вот я вращаю сразу отмечу эту вещь на которую некоторые люди обращают внимание это не кубик рубика это кубик 17 на 17 как известно рубик изобрел 2 на 2 3 на 3 4 на 4 5 на 5 крупнее него в линейке кажется нету но точно нету все что выше это уже не кубики рубика это просто кубики магический куб просто кубик 17 на 17 как ни назови но главное что не рубика тем временем уже по двум осям мы закончили узор можно в принципе вот так оставить он даже красивый но давайте уж до конца доделаем вращаем на иногда приходится выравнивать свои чтобы вращать по другой плоскости бывает такое иногда ну как видите можно вращать и на весу осталось всего несколько слоев пластик здесь такой слегка матовый так чтобы не сбиться и да узор шахматы на 17 на 17 если вы задумывались о том чтобы приобрести подобную головоломку и выбирали что же лучше юксин или шинкшоу шинкшоу лучше и дешевле но в российских магазинах и лучше его удобнее вращать удобнее хранить да он не так сильно поражает своим размером как 3 килограмма пластика юксин юксин совершенно неплохой куб просто он слишком большой и неудобный если выбирать из двух восьмерок и от хороша крутится и это хорошо крутится я выберу ту которую меньше то что ее держать удобнее и пусть мф-8 крутилась изначально хуже чем юксин на мф-8 не получается время меньше на собираю быстрее на соревнованиях восьмерка соберу именно вот это я сравнивал и эту и это размер значение имеет ну а 3 килограммовый кубик от юксин вообще не держать в руках а по крайней мере долго а собирается 17 на 17 не один час но если простыми смертными вас не зовут джерем смит чем еще бренд сэнксо знаменит у него единственный пока экземпляр кубика 14 на 14 пока никто из конкурентов не сделал есть кубики 12 на 12 но там и от милонг есть есть кубик 13 на 13 конкурент вот этому моюшному пятнашка такая же как у мою и вот остается не занята ниша 16 на 16 посмотрим кто займет как я понимаю 14 на 14 четный куб вращается наверное похуже чем 15 на 15 но я не проверял как нибудь обязательно куплю в принципе мне пока устраивают и вот эти кубы чем тот юксина 11 на 11 очень даже хороший мне нравится его вращение если менять то наш инк шоу это как бы особо необходимости нет нет особо времени а собирать большие кубы когда-то я тренировал 11 на 11 на время но там я достиг времени меньше 40 минут и и все и устал то есть меньше 40 для меня прям очень тяжело было опускаться но это было достаточно давно возможно сейчас что-то изменится пока отложим то есть я вот для себя сделал такой как бы челлендж есть у меня девятка которая сильно крупнее чем восьмерка как только я соберу менее чем за 15 минут я закажу себе новую девятку и такие же нормативы я себе поставлю и на десятку на 11 на 11 кубики дорогие уже достаточно если они большие и поэтому чтобы их купить надо как-то постараться деньги то не конечно найти можно но жалко жалко тратить деньги на кубы которые если честно достаешь не так часто я в 13 на 13 собирал последний раз очень давно причем это наверное было в декабре когда ко мне отъехал 17 на 17 я перемешал все свои кубики их собрал но время от времени хочется пособирать и большие кубы еще пару слов о том что 17 на 17 очень сложный нет это не очень сложный куб мне даже писали комментарии не помню под какими видео чтобы я сделал туториал на 17 на 17 но опять же если вы умеете собирать 6 на 6 и 7 на 7 то вы соберете все остальные вот эти кубики там нет ничего принципиально нового то есть если вы смогли освоить 6 на 6 и 7 на 7 то смело берите кубы выше если нет то 17 на 17 вам наверное пока не нужен то есть по мне вот 6 на 6 и 7 на 7 это обязательные кубы для того чтобы собирать крупные да можно конечно и без них собрать любой из этих кубов умея хотя бы там 4 на 4 5 на 5 6 на 6 даже 7 на 7 не обязательно но потом почему-то появляются люди которые просят делать обучалку на 8 на 8 и прочие большие кубы нет здесь ничего нового это не супер сложная головоломка то есть умея собирать хотя бы 6 на 6 и 7 на 7 вы соберете хоть кубик 100 на 100 но если он будет физически да это будет долго да это будет несколько дней но принципиально там ничего нового электронные кубы больших размеров там собирается уже немножко по другим принципам поскольку мышкой кликать там все это гораздо легче здесь же если собирать стандартные редукции центре ребра 3 на 3 то принцип один и тот же буду ли я когда-нибудь собирать 17 на 17 на время возможно когда у меня это время появится не так легко найти несколько часов на сборку помнится я как-то раз собрал питоминкс девятисвойный мегаминкс за время которое было вторым в мире но пока я собрался повторить это на камеру это время уже многократно улучшили и тот же джереми смит настолько задрал планку что сейчас не стоит даже пытаться то есть там в районе часа хотя во время моих попыток мировой рекорд был в районе 4 из тех результатов которые можно было найти на ютубе сейчас же 45 с чем-то минут лучшее время по 17 на 17 среднее время из 12 помочь 48 минут это извините меня уровень так что самый сложный клуб это миф собрать за пять часов это мировой рекорд это тоже миф извините кого разочаровал собирается он меньше часа теми кто действительно собирает за мировой рекорд постепенно я приобрету все кубы линейки до 17 на 17 какие только будут но пока я это буду делать уже вывод какие-то новые сейчас уже есть информация что компания шинкшоу оформила патент на 19 на 19 соответственно скоро стоит ждать компания вай джея формула патент на 23 на 23 помнится еще когда-то давно компания чьи мофанге 19 на 19 обещала что-то мы не дождались так что большие кубы скоро будут и еще больше но опять же не хочется чтобы пропускали какие-то 16 на 16 пока никто не сделал 18 на 18 тоже пока никто не обещал ждем 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 да этот кубик возможно не идеально но пока никто не сделал кубика лучше как сделают посмотрим быть может вай джейс раз магнитную версию какой-нибудь выпустят кто знает ну а на этом все 200 анбоксинг подходит концу всем спасибо всем пока